Привет, провинциал Рошаин! Мы запускаем конкурс репостов Передаю привет двум хуесосам, которые спиздили у нас футболку Вы вообще русский язык знаете? Есть такие вещи, которые человеку не свойственно видеть Ну что, ходишь? Ну что? Ну что? Здесь ты тебя встречаешь? Ты заебался, ты взяла Давай уходи Давайте Мы запускаем конкурс репостов В случае победы в Самаре Ты получаешь бесплатную татуировку От Никиты Васходова В случае победы в Москве Ты получаешь сертификат от Ромы Вэнс На 7 тысяч рублей Если победитель из другого города Он получит Сертификат на 3 тысячи рублей На продукцию Провинциал Спирит Условия конкурса просты Вам нужно подписаться на инстаграмы Указанные под данным видео Вступить в группу ВКонтакте Провинциал Спирит Сделать репост закрепленной записи Конечно же быть подписанным На нашем канале на ютуб Дух провинции И ждать подведения итогов Всем желаем удачи Бэтхейт, Провинциал Спирит и Олл Тайгер Тату решают Провинциал Спирит и Олл Тайгер Тату Провинциал Спирит и Олл Тайгер Тату Наша команда называется Бресс Она была образована в 2007 году На тот момент там вообще было лет по 13 Шли на Урбанию Купили дешевые краски Там рублей по 50 Целый рюкзак забили И поскольку после Урбании Собираюсь поехать ко мне на дачу Решили купить порнофильм И положили ко мне в рюкзак все это Идем в сторону Урбании В центре города Думаем давайте тегнем Я тегаю Передаю баллончик своему другу А он не берет его Я оборачиваюсь и вижу Что остановилась Милицейская машина Оттуда уже выходят милиционеры И говорят ребята идите-ка сюда Поскольку нам лет 13 было Мы попали в ступор такой Убежать не смогли И подошли Они говорят ну все отлично Сейчас типа это Доставайте все что у вас в карманах есть Рюкзаки ваши посмотрим Баллончики все выложили им на капот И один милиционер спрашивает А что это у тебя там Ну силуэт какой-то коробки Из рюкзака торчит Ну что у тебя там Я говорю диск Фильм типа Какой давай типа это Покажи Я расстегиваю Достаю диск Прям на обложке все ясно О супер Едем сейчас в отдел Оформимся К родителей ваших пригласим И у меня уже Начало трясти Не за то что за граффити приедем А за то что вот у нас Этот диск Сейчас родители приедут Смотря на диск Все ясно сразу становится Какое там содержание Нас посадили в машину Едем в Ленинскую РУВД Меня вот лично трясет Вообще я в дом Все короче Жизнь моя закончена В 13 лет Уже подъезжая к отделу Примерно 100 метров 500 А я говорю Ну что типа Ребят у вас типа На штраф тут есть Что-нибудь Ну да вроде Немножко есть А в кармане Какие-то были купюры Я что-то пытаюсь В карман залезть И отщупать Рубли 50 Чтоб немножко им отдать Вытаскиваю Он говорит Я знаю что у тебя там еще есть Типа давай Под 200 рублей С каждого Хуя они То есть взятки С пиздяков взяли Да Нам 13 лет 2005 год И вот по 200 рублей Кому что я предъявил конкретно Вот снова Расскажи мне Я понимаю что Может ты И разбужден Я не хочу тебя Скорбить Ничего С новым годом С новым годом Ребятушки Передаю привет Двум хуесосам Которые спиздили У нас футболку И еще что-то В оболочке Не знаю что Привет ребята Получайте славу Ну и Рекомендация От наших добрых подписчиков Один долбоеб Живет на юных пионеров В Самаре Провинция решает Ты виновата Ну прости Еще ты Все знают то что У меня Две слабости Это Татуировки И кроссовки На новый год Катя подарила Очень полезную вещь Средства По уходу За обувью Такие нанотехнологии Там Очень крутые Водоталкивающие Штуки Для замша Для кожи И Также Средства По чистке Всяких Пятен Просто Свои Английские Ой нет Не английские Американские Небалансы Ухуярил На парке культуру Недавно Шаурмой И две недели Они блять Были В соусе Будем пробовать Оттирать Именно их Сережка Готов тестировать Полезные Вещички Короче Налил Средство The Ultimate Shoe Cleaner Налил На Щеточку Несколько Капель Водичку И теперь Будем Приступать Непосредственно К Очищению Никогда Если честно Вообще Никакими Средствами Особо Не заморачивался По чистке Обуви Боялся Вообще Херачить Вот эту Вот сеточку Думал Сейчас Она вся Покроется Затяжками И так далее Нифига Короче Первый Мой кроссовочек От Пидорасили Маленечко Но Меня Интересует Больше Вот такой Вопрос Капнул Шаурмой Прям Соусом На кроссовок Проходил Я уже Примерно Дней Десять С этим Делом Поэтому Будем Тестировать Справится Ли Это Средство С этим В принципе Это Основная Задача Нашего Видео Приступ Приступаем Второму Кроссовку Ну вот Собственно Говоря Мы Почистили Жирное Пятно На радость Мне исчезло Посмотрим Как высохнут Сейчас Мы протираем Как полагается В инструкции Тряпочка Из микрофибры Хорошенько Для естественной Сушки Мы отправляем Кроссовки Просто Сушиться Не на батарее Никуда Подождем До завтра И завтра Обработаем Вот этим Вот спреем The ultimate Rain and stain Resistent Блин Далее Нам надо Отправить Сушиться До завтра Чтобы Спокойно Нанести Впоследствии Спрей Криппотект Отправляем Сушиться До завтра А завтра Обработаем Спреем Криппотект Чего? Я только В одном месте В каком? Наедли В смысле? Вечером Поймал Бляк Такую И начинаю Ебать Голожопую? Да За голову В жопу Вставать И туда И сюда В те дырки Да ладно Хочешь так? Да ну Фиг знает А? Я уже даже Не знаю Надо Попробовать Все Раз ты мечтаешь Охо Голожопой Я думал Я думал Это вы Так Говорите Вы Сейчас Бабулька Шла Вы Просто Оборачивайтесь Голожопые Я такие вещи Не говорю Мне показал Я старик Мне это не нужно Это тебе нужно Голую жопу Что-то Да Хуй Вкусно будет Да Ладно Уж придумывать Испытаешь Поймешь Ну понятно Ну ладно Действуй А? Действуй Иди не пей С кем? А вот говорят Еще в Советском Союзе Секса не было Кого не было? Секса Что? Советский смесь Место Ебли Команда ТРГ 2007 года Зависело от времени Когда люди начали рисовать Если я все-таки начинал То я там просто был Какой-то набор букв Без какого-либо смысла Потом когда дошло Ну вот по сути Мне кажется Весь смысл Начался Зачем С чуваков Когда они начали Смысл какой-то нести В своих буквах Мне кажется Это все равно Как бы русские фишки Смысл везде искать Зависит тоже от человека Чего он хочет Если он хочет Просто там Порисовать Пообщаться с друзьями То какой спрос С этого Мне просто Сам процесс нравится Порисовать Но в большей частности Я иду пообщаться С друзьями Кто-то там В зал ходе Там железо качает Кто-то там реально пиво В дворе В патике Пиво Качает Да На окраине города Выслил с юнграда Я вот сам ищу Там вот Там все понятия Вот Именно вот эти вот Ну быпата А я не скрываю Тоже В свое время Регокопникам был Таким же отморозком Который мог пойти Там мужика сорокалит Не пиздец Ни за что Который с работы Идет Бухой Пьяный Просто поугару С пацанами Да Попытался стать Среди вот этих пацанов Среди мам С папой Я не могу добиться То что я там Учусь пятерку Зарабатываю Среди пацанов Я добыюсь То что я поебал Мужику Сейчас вот С возрастом Да я в них точно так Все поменяю Сколько там поколений Было точно так же Ну субкультур Там же вообще Не сочетать М были Ну вот и были Все уже Сейчас ты говоришь М Ну да так смешно Там все это звучит Ну а по факту Так и было Много еще Тоже от человека Завидит Станет вот ему Летом 17 Он посмотрит На свою компанию Сделает вывод Потому что К 17 годам Появляются уже Разные компании Люди разные И вот он Сделает выбор Либо ему Оставаться С вечером Входить Либо искать Других людей Другие цели У меня примерно Такая же ситуация Получил Я просто реально Ну вот Познакомился С другими людьми Общаюсь с ними И в то же время Параллельно Общался С компанией В Юнградске Вот Жилет Санами И как получилось Просто я реально В один прекрасный момент Проанализировал Посмотрел на них Посмотрел На тех людей С кем я общаюсь Короче Мы туда ездим Под мостом Станция Да мне не на станцию надо Вот все Вперед Езжайте Точно Ну езжайте Вперед Станция Да мне не нужна станция Я как ориентир сказал В какую сторону ехать Блин Если нам просто разворачиваться Это пиздец Просто Нам надо было Вот просто Вот туда Мы могли доехать За минуту Просто Я не знаю Зачем такие сложности Было делать А там не было налево Вот за этим Сюда загнул А? Блин Я куда показывал Поворачивать Туда и надо было повернуть Там Ну если вам не жалко Бензин Ездите Нет Дело не в бензине Дело в блядь А там знаешь что говорит Че? Клиент сказал Что он выходит Я еб твою мать Говорю Если она выходит Если оно выходит Че потом Ну че Какой Кто это Систему создал Какой Барнан создал Клиент сообщил Что он Входит Кто он Блин Еб ты Может она Входит А может Оно Входит А при чем Он Блин А там Выходит Баба Или женщина Старая Блин Я говорю Кто это Кто это Написал Какой Дурак Блин Баран Я говорю Вот это Надо убрать Говорю У вас Совесть Есть Бессовест Нет Вы вообще Русский Язык Знаете Скажи Что пассажир Выходит Кто выйдет Он Выходит Говорит Пассажир Сообщил Что он Там есть Слов Он Выходит Я Баран Что ли Он Выходит Рядом Короче Рядом Садовое Кольцо Твою Мат Говорит Скажи Внешняя Сторона Или Внутренне Садовое Внешнем Кольце Рядом Садовое Кольцо Дарья Собака Зачем Вы полезли Вот Яндекс Зачем Полез Хакеры Залезли Блин Лезли Туда Был Колбасу Журет Еще 26% Оттуда Берет Кто Вам Разрешил Блин Вот Такая Блин Зачем Это Хакеры Но Официально Налог Плотят Компьютерщики Ёбаные Ёбаные Говорю Бинковые Эх Нам надо было Тут повернуть Направо Биткоином Надо заниматься Биткоином Да Биткоином Музыка Можно купить, можно продать, открыт плашинный рынок, ретро-кристалл. Самару нигде не забывают, даже в метро рекламушка висит, чемпионат мира в Самаре был. Пользуюсь случаем, еду к парням в Old Tiger Tattoo на колочку наколоть у Ромы. Бля, вот я думал, Рома меня как уебище снимает, а я оказывается и сам себя как уебище снимаю. Да может быть я в уебище превратился. Договорился с парнями из Old Tiger встретиться, где, кстати говоря, впоследствии можно будет у меня подзабиться. Ага, ага. Сергей Сергеевич планирует сотрудничать с парнями. Перестолопаем домашнюю кухню на пирог подратно. Перестолопаем с пирогом с пирогом с пирогом. Перестолопаем с пирогом. Есть некоторые наколки, которые надо просто обязан. Я колотя без обейсбола и сегодня такую вот хуярим мы. У них еще фотосессия будет вместе в новой коллекции. Свадебная, но это не скоро, это все нормально будет. Предложение сделал вчера. Вот через год свадьбы. Если она от передоза не умрет, блин. На тех, на каком-то шоу. Для чего у меня тут довели, блядь? Когда ты встал, блядь. Ты, про Куху, мам! Встал, блядь, блядь Про Куху. Встал, ага. Какая-то шоу. там просто если короче не куришь в пятом классе ты лох просто просто никто не уважает на районе если ты короче фанфурик ни разу не пил то все сейчас так или было не был сейчас короче на него был в своей школе в 8 я учился там наверно русских 2 процента осталось в самом классе с учителями общался не просто тебя никто даже по-русски не понимает ну вот опять же вот когда вот начал задуматься с тем нечего общаясь и начало понимать то что если я продолжу с этим контингентом общаться то я просто либо разбитая башка где-нибудь в какой-нибудь очередной синей пьянки там либо реально я поскурился начал бы по вене выгонять скорее всего либо уже бы сидел ты уже наблюдаешь картину со стороны с той компании реально вот недавно узнал мой одноклассник был просто нормальный пацан ну да немножко для своих лет не то что отбитого он просто ленивый был мою точно так же хотелось показать себя там от мороза короче вот реально сейчас думают блин ну я же с ним вот общался я с ним реально дружил я считал его там в школе лучшим своим другом просто сейчас сиди и вот что вот как можно было до такого скатить есть такие вещи которые человеку не свойственно видеть а вы видите я просто я ебнулся на льду подскользнулся а оказывается есть невидимые преграды которые я не вижу а кто-то видит надо задуматься горит о жизни напоследок конечно порадовал немножко яндекс веселым настроением от любезного водителя с бесплатными конфетками и предложением шампанского но все же конечно этот чепушила яндекс хакера конечно очень поднасрала репутацией не знаю не знаю какими конфетками блять спасти теперь это высохли кроссовки у нас как следует высушили что можно сказать пятнышко небольшое осталось капнули хуй с ним у меня был случай такой немножко отступим от этого ладно назовем это купил себе в секонд хенде в 14 лет пола лонсдейл такую который вообще ни у кого в самаре не было просто о боже мой и носил блин думаю капец как люблю ее поехал в питер со школой постирал на батарею положил все в этих в ржавчинах в пятнах думаю ебать чё делать вообще решил замочить короче и как-то ржавчину эту белизной но еле как сделал потом мамке что-то она испачкалась мамка и белизну черная хуйня вышивка вся по пизде пошла в общем я ее очень берег и ей настала хана так что носите все как в последний раз и так будет лучше закон подлости вам все испортит ну да ладно дальше какой у нас план действий мы обрабатываем на дальности не меньше 20 сантиметров абсолютно все кроссовки то есть сетку шляпки хуяпки в общем все вот так вот не затейливо близко не распыляем так как может оставить белые пятна оставляем это все дело на 10 минут прошло 10 минут и мы повторяем данную процедуру оп-чпок прям поверх шнурочков и ждем еще 10 минут да ты шо ходишь вот мы во все тяжкие шаурма в лаваше руки в лаваше ну что пробуем нет ну вот смотри так то все это так то 5 не осталось никаких воскресом утром решил все-таки рассказать вам как поживаю как чего кто для тех кто не знает кто не следит за мной никто не следит за мной все крышляк рвет недосыпание в общем работаю я практически без выходных сейчас насчет камеры должны были позвонить вот в конце недели сегодня воскресенье нихера никто не звонит должны были озвучить сумму за ремонт который в персе я но нет меня это очень конечно расстраивает на телефон снимать крайне неприятно что по мне живу я не жалуюсь тут вот по работая как в предыдущем влоге говорил менеджером по продажам в одном магазине где будет представлена наша продукция также переезжаем с одного адреса на другой работать буду на метро повелецкая но частенько я там буду там же можно будет приобрести нашу продукцию в общем мульти брендовый магазин где будут собраны русские бренды всяческие всяческих направленностей а также одежда премиум-класса там сипи компани стон айланд томихил фигер нам все дела поглядим посмотрим также бы хотелось сказать конечно большое спасибо роме скучному за мою новую татуху все за традиционные татуировки в москве к нему выкладывать я во блогу и не стал для особо любопутных можете подписаться на мой инстаграм продвижение в моем творчестве намечается как мы откроем магаз время станет уже чуть-чуть посвободнее в общем я буду там хуячить на колочки практиковаться по очень низкому прайсу господа чисто парням на аренду и на расходнички также буду подкапливать на свои машинки в ближайшем времени куплю пишите мне решим по чисто символическому прайсу конечно тестирование не лучшим образом сделано потому что выбрали почему-то мы кроссовки с сеткой и эффект конечно не вот тебе но сделаем вот так вот в общем но на самом деле супер такого результата который показан на сайте данной продукции мы не получили но его можно получить если в хуярить у него пол баллона на кроссовке я вас уверяю потому что я как бы когда мне катя подарила данный набор я обработал вот эти кроссовки полностью замшу и без сетки видите без сего они я их обработал ходил по улице в мокрую погоду в дождь снег и вообще ну как бы замша совершенно не деформировалась ничего вода вообще не приставал более того на те участки обуви которые вот в принципе я их и не мыл вот вы можете убедиться вот подошва вот вот так вот они выглядят вот пыль небольшая есть но никакой погода была пиздец но опять же это мы берем в расход москву блять прожив 29 лет самаре я могу сказать я не могу ручиться что там что-то поможет потому что блять там в принципе я когда выходил на дорогу наступал по колено в грязь там уже вам блять и керзовые сапоги не помогут вот атаку да средство хорошее в плане водоотталкивания и так далее ну вот в принципе сейчас все скатилось и вот вот видели сами немного поливал я молоко никаких пятен и конечно не осталось все тестируем для вас развеиваем развинчиваем мифы если у кого-то есть такая возможность финансово и так далее приобретайте всякие такие девайсы рекомендуйте какие-то еще крутые средства будем как-то стараться пробовать вместе с вами ну а вы следите и подписывайтесь на наш канал ребята не ждите выпуска нашего канала в контакте подписывайтесь делайте аккаунты на youtube все очень просто подписались на канал получили сразу же оповещение у всех есть на телефоне интернет все едут на работу шма работа оповещение пришло оп загрузил посмотрел не надо обновлять тысячу раз страницы или поиск вводить когда новый влог будет выйдет в контакте и нам приятно что мы не просто так стараемся и вам удобно ставьте лайки пишите комментарии под данным видео если есть у кого какие предложения всегда рады адекватном критике адекватным предложением открыто для сотрудничества опять же взаимовыгодные нам и вам кто спрашивал на предыдущем видео господа вот по поводу этих распорок как они там называются ребят икея ну что в конце концов сто рублей в икея ненавижу не могу кодироваться но нет на самом-то деле как ебать как этот блять вадим галыгин как ебанутые блять разговаривают а какого года жрать я блять завязал вот уже вхожу в обычный режим начинаю хавать более-менее правильно на днях короче купили гриль ебать какая вещь охуенно и на днях а вчера хочу буду иногда показывать что делать буду жрать сам себе вещь на самом деле очень крутая всем советую немножко душещипательного наверно передам я роману сложно без тебя ромка снимать контент здесь сложно то перебивочки заснять по пути на работу когда спать хочется когда ты это всегда делал то где-то все-то проебешь момент когда включить камеру хоть я тебе и подсказывал самаре там вот давай давай снимай скорее где-то что-то мы с тобой проем были но я здесь проем в гораздо больше когда сам собой сам себе режиссер ёбаный твою мать эх ромка переезжай-ка ты ко мне переезжай не ко мне конечно же не ко мне но переезжай переезжай сука переезжай подлец наглец переезжай мы тут все тебе блять ждем ну дорогие друзья не забывайте скидывать видосики всякие на приветствия провинция решает нам личные сообщения видосы которые мы ставим в начале влога хотелось бы видеть по оригинальной по оригинальные видосики будете где-нибудь на путешествиях или в каких-нибудь экстремальных ситуациях бум очень рады таким видео ебашить надо без перерыва вообще не спать нихуя чтобы нормально жить жду я очень когда причинит камеру ну я как понял ремонт ее встанет нормально так что дорогие друзья у нас всегда есть ссылка на наши реквизиты кто чем и у кого есть возможность помочь нашему каналу так сказать свою суппорт его провинциал спирит тим делайте мы будем рады будем рады рады сами мы конечно вкладываться не можем финансами в канал ибо мы простые смертные они какие-то там амираны ну да ладно господа у кого есть возможность копеечки помочь скидывайте нам на реквизиты которые указаны под влогом на ютубе подписывайтесь на наш канал ставьте многочисленные лайки пишите комментарии ставьте дизлайки если вам не нравится мне очень листит листят те люди мои мои любимые дальние самарские ненавидщики которые блять нет нет да хуйню какую-нибудь напишет но сука смотрят влоги значит очко горит а процесс идет провинция развивается провинция решает друзья а Субтитры создавал DimaTorzok